МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Большая область. Самые интересные и значимые события, происходящие на наших необъятных просторах». В студии Иван Стрижов. Сегодня в выпуске. Коммунальный детектив. Жильцы одного из тюменских домов обвиняют представителей управляющей компании в фальсификации документов. Потолок все ниже. В Пытьяхе собственники, проживающие в аварийном проваливающемся здании, встретились с главой города. Гараж и плетка. Бывший следователь Сургута подозревается в похищении человека. Защита утверждает, что экс-полицейского оговорили. Редкая птица, волонтеры из Тазовского, помимо собак и кошек, выхаживают краснокнижного лебедя-шипуна. И в начале о коммунальном скандале. Жильцы одного из тюменских домов уже много лет недовольны работой управляющей компании и собирались даже сменить организацию. Однако не получилось, и люди стали обвинять прежних коммунальщиков в фальсификации документов. В достаточно запутной истории разбиралась корреспондент Тюменской службы новостей Юлия Никифорова. Смена управляющей компании превратилась в настоящий детектив уже несколько недель. Жильцы дома 56 на Харьковской пытаются выяснить, почему вместо одной организации дом обслуживает та, от которой было решено отказаться. Считают, что они стали жертвами захвата коммунальщиков. Вроде у нас прошел протокол, что у нас прошли выборы другой управляющей компании. Затем предыдущая компания предоставила в жилищную инспекцию протокол с подписями. Вот здесь указано, что моя квартира, моя подпись. Я их протокол не подписывала. Дому больше 60 лет. Однако, по словам жильцов, за это время Дворда и сама Хрущевка никак не изменился. Вместо ухоженной территории здесь настоящая разруха, детская площадка и ограждения, которые просили жители. Здесь так и не появились. Много лет дом обслуживает жилищный стандарт. Вместо того, чтобы восстановить репутацию, они поделали протокол собрания. Под ними подписи тех, кого физически нет в городе, уверяет Елена Калужная. У меня дядя проживает, но он сейчас отсутствует. Он частенько отсутствует. Со слов опять же дяди, я знаю, что там постоянно у них споры. Он выяснял по поводу начислений, как производят. Ну и стены. Ну и я сама вижу, что стены тоже обшарпаны. Вот это все состояние. Часть жильцов вообще может быть не в курсе, что проводилось какое-либо собрание. Ведь решение принимается простым большинством. Если больше 50% жильцов участвуют в собрании, то процедура признается правомочной. Директор управляющей компании говорит, что кворум, который требуется законом, соблюден. Так что о фальсификации не может быть и речи. Сейчас проходят общее собрание, как и по нашему фонду, так и мы проводим. Везде находятся нарушения. Но почему-то жильцы именно обратили жилищный стандарт. Хотя на наше обращение по поводу нарушений со стороны других управляющих компаний почему-то реакции не поступают. Вам не кажется, что это странно? Однако в жилищной инспекции заметили другую странность. В центре событий уже другой дом. На Елизарова, 74. Семь человек заявили о подделке подписи управляющей компанией. И здесь снова фигурирует жилищный стандарт. Никто, знаете, особо не пугается за кого-то поставить подпись в бюллетене, к сожалению. Но потом установить, кто же это сделал, чтобы каким-то образом наказать. Несмотря на то, что есть ответственность по уголовному кодексу за фальсификацию бюллетеней. Но только сложно очень установить это лицо, доказать. Пока вопрос о подделке подписей жильцов дома на Харьковской остается открытым. Нужна подчерковеческая экспертиза, поэтому заявления, которые поступят в жилищную инспекцию, будут направлены в полицию. Там должны возбудить уголовное дело и передать на рассмотрение в суд. Юлия Никифорова, Александр Изосимов, Тюменская служба новостей. В суд обратился один из жителей Ноябрьска. Он считает, что ресурсоснабжающая организация совершила досадную промашку, повесив на него долг за коммунальные услуги в квартире, к которой мужчина уже давно не имеет никакого отношения. Подробности у моих коллег из телекомпании «Ноябрьск-24». Уже год как горожанин продал квартиру и приобрел другую. У старых квадратов даже появился новый владелец. У него-то и появилась задолженность по коммуналке. В пределах 10 тысяч рублей. Тем не менее, ресурсоснабжающая компания подала в суд и ответственным сделали предыдущего владельца. Сведения о том, что он не является собственником, есть уже в регистрационном органе, в Росреестре. Ресурсоснабжающая организация предоставляет в суд незаверенную, я даже не знаю, откуда они уберут, возможно, какие-то старые архивы у них, неактуальную выписку, из которой следует, что лицо является собственником. Она является неактуальной. И таким вот образом денежные средства взыскиваются. А по факту, по факту, лицо уже как год не является собственником. Доказывать свою непричастность к долгу мужчине пришлось с помощью адвоката. Причем с оплатой работы защитника в суде тоже возникли проблемы. В суде они признавали этот факт. Они говорили, да, ну, извините, мы же вам деньги вернули, но мы вам не будем возвращать убытки, то, что вы обратились к юристам и так далее. Ведь ничего сложного нет взять, написать заявление об отмене судебного приказа. Но наша позиция-то простая. А почему мы вообще должны это делать? Платить за коммуналку в доме, который буквально ходит ходуном, приходится жителям Пытьяха. Более того, здание является аварийным со всеми вытекающими последствиями. Стены промерзают напрочь, а сделать ремонт занятие и вовсе не благодарное, так как стены и потолок, по словам жильцов, играют. Оценить масштабы бедствия сюда приехали представители местной администрации. Все подробности у корреспондента телекомпании Пытьяхинформ Гулии Иллистратовой. К главе города за помощью обратилась жительница дома Ольга Перевалова. В этой деревяшке женщина живет на первом этаже почти 30 лет. В последние 4 года в доме стало очень холодно. Начали проседать полы и стены. Мы с апреля месяца просим их хотя бы утеплить. Ну, ТСЖ нам прислали комиссию, там залезти невозможно. У нас дом съехал со свай. Рабочие, естественно, никто их подвергать опасности не будет там. И не залезешь, и ничего не сделаешь. Но в этом году будем как-то с обогревателями опять, с фенами. У нас каждое утро начинается с тем, что мы берем феном, разогреваем воду везде, в ванной, в туалете. Везде, чтобы умыться, сходить в туалет, надо разогреть. Я живу в 14-й квартире на втором этаже. Правда, у меня теплее, вот как Ольга говорила, но у меня теплее. Но зимой стены все замерзают полностью, потому что у меня угловая. И стены отходят. А живу я с 89-го года. Жильцы дома признаются, что боятся не только замерзнуть зимой. Старая постройка буквально ходит ходуном. В квартире Ольги нет смысла делать ремонт. Ведь стены и потолок играют, а ванну, пол которой они зацементировали самостоятельно, приходится каждый год приподнимать на 10-15 сантиметров. Обои бесполезно клеить. Там у нас мы щиты меняли. Все, дом же шевелится, и все вот так уходит. И все отрезкается. Видите, как? Ну вот здесь потолок, вот пол, верхняя квартира опускается к нам все время. Вот видите, вот так вот все время. И тут ничего не сделаешь, тут же брусье. Вот они, их все извело. Вот эта вот стенка тоже. Все время ее все извело. Вот видите, мы ее уже на гвозди, на эти, на всякие шурупы прикручиваем, чтобы ее не изводили. Все равно все изводит. Все шевелится. Все двигается. Потолки все опускаются. Вот эта вот стенка у нас уходит под пол. Вот эта. Деревянный дом по улице Советской был построен еще в 1982 году. Признан аварийным после 2017 года, что и отсрочило его расселение. В ожидании очереди на получение новых квартир, жильцы его столкнулись с множеством проблем. После обращения жительницы, глава муниципалитета и председатель домы, приехав на место, лично осмотрели аварийное жилище изнутри и снаружи. Вот с той стороны, ленец снизу, пойдемте, я вам покажу. Вот гнилая, гнилой полностью. Вот видите, как проваливается. Вон там, нижние доски, вон он, видите. Вот смотрите, с бревна достаю. Так он вот провалился, у меня он на втором этаже. Я стенку разобрал. Семь баллонов профессиональной спины ушло. Рука лезла на улицу. Там не прогнило, он на гвоздях сколоченный. Комсомольцы строили его. У меня в шифонере вещи принесли, в шифонере. Линем покрывается. А там бесполезно, что делать. Если ветер с этой стороны, то холодно. Я в том году полу поменял. Балки некуда крепить. У нас дом стоит на блоках. У нас не фундамент, а блоки просто. Они все плавают. А весной у нас дышать нечем. Воничь, агроизация полностью сюда. Вот даже здесь вот бежит. Александр Морозов объяснил, что в данный момент приобрести жилые помещения под расселение аварийного дома у муниципалитета возможности нет. Дело в том, что застройщик, на которого рассчитывали изначально, вот уже несколько месяцев в процессе судебных разбирательств с федеральной антимонопольной службой. А потому не может участвовать в программных мероприятиях и продает жилье только физическим лицам. Мы рассматриваем до конца следующего года приобрести эти жилые помещения. Следующего года, не этого года. На тех объектах, где, соответственно, у нас будут наличие. Это я могу сказать или первопокорцам, первом микрорайоне, где у нас будет в этом году объект. Или, соответственно, у нас третий микрорайон. В администрации надеются, что ситуация с застройщиком компании СИП «Промстрой» разрешится положительно. А доведенные к концу года финансовые лимиты из округа помогут в 2022 году приобрести жилье для расселения аварийщиков со старого Пытьяха. «Благодаря управляющей компании, которая надлежащая исполняет свои обязанности и выполняет поддерживающий ремонт, но вот эта ситуация, которую я ранее сказал, она, соответственно, не дает нам возможности разрешить. Конец следующего года – это максимально то, что мы можем в данном случае предложить вам для того, чтобы, если возможность раньше будет разрешить эту ситуацию и приобрести подрастление, в том числе вашего дома, то мы, соответственно, ее решим». Продуктивным диалогом с властью жители остались довольны. Разъяснение получено и надежда есть. Теперь главное – суровую зиму пережить. Гуля Елистратова, Данил Илебаев, телекомпания «Пытьях.Информ». Старые здания сносят в Тобольске на базарной площади. На протяжении столетий она, простирающаяся до реки, была главными воротами в Сибирь со стороны Иртыша. Планы на обновление этого исторического места большие. Какие грядут изменения узнал корреспондент телекомпании «Тобольское время» Шамиль Гулеев. «Здесь сносят старое здание. Совсем скоро табуляки попрощаются с ним. Базарная площадь преображается. Разбирают 10-й, 11-й В и 12-й дома». «Здание это самое большое, оно порядка 500 квадратов. Те здания поменьше, они 200 и 250 соответственно. Ну и по сложности. Каждое здание, у него есть свои сложности. То есть у этого здания больше ручных работ будет. То есть процесс более трудоемкий такой и растянутый. У тех зданий будет больше задействована техника. То есть будем работать больше с техникой. Ну соответственно и где-то сроки там будут чуть быстрее по демонтажу. В настоящее время здесь ручным трудом занимаются порядка 14 рабочих. И механизаторов сейчас в настоящий момент здесь двое. И всегда есть два водителя на развозках. Где-то нужно что-то подвести вспомогательное. Снос зданий планируют завершить до 1 ноября. За этот срок также восстановят территорию, на которой проводили работы. Все будет проходить максимально безопасно. При демонтаже данных зданий нам повезло. Они находятся все в отдалении от объектов культурного наследия. Соответственно никакой угрозы им не представляют наши работы демонтажные. Ну и как сами можете наблюдать, работа выполняется аккуратно. Все элементы, которые в течение дня будут демонтированы, к вечеру будут вывозиться. Планы на эти места грандиозные. Возможно здесь появятся главные ворота базарной площади. Или же установят дополнительные домики для торговли. А быть может появятся еще одни карусели для детей. Шамиль Гули и Фярослав Прохоров. Тобольское время. Это «Большая область». Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Гараж и плетка. Бывший следователь Сургута подозревается в похищении человека. Защита утверждает, что экс-полицейского оговорили. Редкая птица. Волонтеры из Тазовского, помимо собак и кошек, выхаживают краснокнижного лебедя-шипуна. В России, в том числе и в Большой области, стремительно растут цены на продукты. Не успели ритейлеры объявить о подорожании колбасы и сосисок до 20%. А тут уже новая напасть. Накануне производители предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья. В том и другом случае мотивировка подорожания сырья. Поэтому в торговых сетях люди все чаще присматриваются к так называемым «желтым ценникам». Но здесь тоже не все гладко, особенно когда речь идет о так называемой просрочке. В этом убедились в Губкинском, проверяя товары по акции на соблюдение срока в годности. Как прошел этот рейд, расскажет корреспондент телекомпании «Вектор» Елена Шостакова. Прилавки магазина «Монетка» пестрят «желтыми ценниками». Так обозначаются товары, которые продаются по акции. Казалось бы, покупатели должны быть довольны снижением цен. Но иногда радость от возможности сэкономить сменяется разочарованием. Было такое, что цена одна. На кассе другая цена. Нравится магазин? Довольны? Нет. Смотрите, какая тут раскладка. Тут как навалено. Все. Приходжу, потому что рядом с домом. А народные контролеры пришли, потому что в очередной раз получили сигнал от населения. Акционные товары просрочены. Цены на прилавки и на кассе не совпадают. Проверка подтвердила, что претензии покупателей частично обоснованы. При посещении монетки мы, конечно, к сожалению, обнаружили просроченные молочные продукты детские. И это очень, конечно, неприятно. И были некоторые продукты, у которых срок истекает сегодняшним числом. Конечно, по санитарному состоянию хочется отметить, что полки чистые, пол чистый. Но в связи с отсутствием вот этих складских помещений, поэтому немного кажется такой хаос, когда товар размещен весь в зале. Работники торговли объясняют такое положение дел в первую очередь недостатком кадров. Где-то у нас поставки каждый день, каждый день. И по 10, по 12, по лету. Персонала как бы не хватает. Поэтому, ну, все равно у нас просторно пройти можно, не захламленно, не грязно. Но это рабочий процесс. При возникновении спорных ситуаций продавцы стараются следовать правилу. Покупатель всегда прав. За сроком следим регулярно, и вечером, и утром. Если даже ценники, если где-то не соответствуют, мы отдаем разницу. Мы никогда не ругаем, сделаем на компромисс. Если вы обнаружили на прилавке просроченный товар, либо заметили несоответствие цен, сообщайте об этом работникам магазина. Активная гражданская позиция в этом вопросе поможет снизить количество подобных нарушений. Оговорили или действительно нарушал закон. Сургутским журналистам стали известны подробности уголовного дела, в котором фигурирует экс-полицейский. Он подозревается в совершении нескольких преступлений, в том числе в похищении человека. Ну а по версии защиты, бывшего сотрудника правоохранительных органов могли просто, что называется, подставить. В ситуации разбиралась корреспондент телекомпании Сургутин Форм ТВ Мария Лебига. Когда он наносил удары, что-нибудь говорил? Да, говорил, бежал, бежал. Вот я был деньг, каждый месяц. Но за то, что вы против него в оказании, в смысле, дали? Рассказ, будто из фильма про бандитские 90-е. На видео следственный эксперимент «Наши дни». Мужчина показывает гараж, рассказывает, что здесь его удерживали и били. Руки были подвязаны к потолку. Завел сюда, дальше что происходило? Дальше он привязал руки, да? И подвесил. Подвесил. Вы полностью висели, получается, или ногами? Нет, или ногами. Нет, полностью висели. То есть у вас на воздухе ноги висели? Висели, потому что у меня все руки сильные. После того, как он подвесил, что происходило? Я на ледке, я на стену, я на стену, я на стену, я на стену. Они гадится очень сильно, сильно, стопы сбивают. Подозревается в похищении человека 30-летний мужчина. Бывший полицейский у ВД Сургута. Из органов его уволили в 2019 году за совершение поступка порочащего честь мундира. Речь, вероятно, про уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него именно тогда. Был выявлен факт преступления, связанное с превышением должностной полномочии и хищением денежных средств с использованием вещественных доказательств телефона, мобильных телефонов. С одним из следователей следственного управления УМВД России по городу Сургута. Получил доступ к мобильному банку. Из этого мобильного банка он перевел денежные средства на открытый банковский счет одного из свидетелей по нашему уголовному делу. Снявший погодный подозреваемый не был заключен под стражу тогда, два года назад. После возбуждения в отношении его уголовного дела последний скрылся от органа предварительного следствия. Длительное время принимались меры к его поиску, разыскные мероприятия. В дальнейшем при установлении его местонахождения, он прятался в одной из дач, дачный кооператив в городе Сургут. В отношении его было по нашему годотайству судом первой инстанции избранное мероприятие в виде заключения под стражу. Несмотря на это, в дальнейшем апелляционной инстанции в отношении его была изменена мероприятие на умение строгое не связано с заключением под стражу. В то же время, когда уголовное дело бывшего полицейского по статьям кражи и превышения должностных полномочий ушло в суд, начали происходить некие странности. Свидетель не явился на заседание. Искали его полгода, говорят в СК. Тут и появилась история с гаражом. В ходе проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что данный гражданин у нас подсудимый, бывший следователь, непосредственно с целью избежать уголовной ответственности, похитил и вывез данного гражданина, свидетель у нас по уголовному делу, за пределы города Сургута, а именно Белый Яр, в гараж. Данный гараж на стоящий момент установлен, он принадлежал его родителям, где применялись меры, так сказанной пытки. Следователи говорят, таким образом обвиняемый пытался повлиять на показания свидетеля. У защиты свой взгляд на эту историю. Адвокатов у бывшего полицейского несколько. С одним из них, тем, что занимается делом о похищении, нам удалось связаться. Мотивом к совершению оговора моего подзащитного служит тот факт, что мой подзащитный, будучи следователем, расследовал уголовное дело в отношении друзей потерпевшего за совершение особо тяжкого преступления. Тогда потерпевший прошел в качестве свидетеля по уголовному делу, а его друзья были лишены свободы на длительный срок. Страна защиты считает, что противоречивые и недостоверные показания потерпевший дал в силу давления на него непреодолимых сил, озвучивать которые в средствах массовой информации нецелесообразно. Замешана ли в этой истории непреодолимая сила, разберется суд. Материалы по краже и превышению полномочий уже там. Расследование дела о похищении человека продолжается. И к другим темам в Новом Уренгое преображается одна из главных достопримечательностей – городская площадь. Все бы хорошо, но процессом созидания мешают некоторые несознательные граждане, проще говоря, вандалы. Об этом говорил глава города, который посмотрел, как решаются вопросы благоустройства. С подробностями корреспондент телекомпании «Сигма» Вероника Самошкина. Вместо песчаного пустыря в микрорайоне «Дружба» появился ровный асфальт с парковочными местами. Подрядчик уложился в срок. Кроме того, благоустроили и небольшой участок возле детского сада. Дело осталось за малым – установить лавочки, урны и подключить освещение. В этом году реконструкция коснулась и скверостроителей, названного в честь заслуженного строителя Андрея Наливайка. На территории появились освещенные прогулочные дорожки. Примечательно, что во время работ сохранили все деревья. «Сколько деревьев пострадало? Ноль. Ноль? Серьезно, маленькие кустарники были, но полностью все. Почему же и поменялся весь, потому что обходили каждое дерево». Заглянули и на городскую площадь. Андрей Воронов отметил – особых претензий к строителям у него нет. Зато они есть горожанам. Светодиодные качели и месяцы не проработали. Их испортили вандалы. «К сожалению, нужно констатировать, что такие качели такого типа, установленные в других городах и поселках, у них одна беда. Они служат недолго. К сожалению, культура населения не позволяет нам такие установки ставить. Если сдавайте заказчику, она жизнь покажет. Если их убьют за одну зиму, будем думать, как использовать здесь уже какие-то другие формы. Что будем делать с трубой? Как есть. Вот народу скажи, тебе нравится эта труба? Труба не совсем хорошая. Не совсем хорошая. Я бы сказал, очень нехорошая труба. У нас есть конструкция, которая установлена такого же типа в городе, и труба отличается. Я не знаю, где ее варили, на каких коленках, из какого материала, но это не то. Ответили и на самый часто задаваемый горожанами вопрос – куда пропали звезды, которые освещали площадь по вечерам. Представитель уренгой дорстроя пояснил – опоры не справились с тяжелым грузом, и иллюминация начала провисать. До 15 ноября обещают починить. На этот раз более мощными силовыми опорами. К тому же на следующей неделе запустят новый декор – световые деревья. Вместе с ними появятся и места для отдыха. Каждое дерево оборудуют круговой скамейкой. Волонтеры из Тазовского помимо собак и кошек в эти дни выхаживают редкую птицу. В приюте лебедь-шипун оказался благодаря неравнодушным местным жителям, в том числе и сотрудникам ГИБДД. С подробностями корреспондент студии «Факт» Наталья Горкина. В этих вольерах 30 собак. Большинство попали сюда меньше недели назад. После массового отлова бездомных животных с улиц Тазовского. Именно бродячие псы, по мнению ветеринаров, сильно покусали самую необычную постоялецу приюта. Вот она. Это птица – краснокнижный лебедь-шипун. Чтобы не злить кусачих, ей отвели отдельные апартаменты в тёплом здании. За стеной справа – щенки, слева – котята. Поначалу, конечно, ему было очень плохо. Он боялся людей. Но он и сейчас, в принципе. Сейчас уже всё равно поспокойнее. Два дня он ничего не ел у нас. Настелили ему солому. Он очень обрадовался. Сразу улёгся, как гнездо себе это сделал. Вот два дня он начал кушать. Чем кормить лебедя? Волонтёры сначала растерялись, но потом погуглили. Оказалось, подойдёт похлёбка из сырых овощей. Плюс пара тазиков воды. В мире, где сытно, тепло и безопасно, даже сильные укусы быстро заживают. А ещё шипунья теперь лишь пару секунд зло шипит на незнакомых людей. А вот от своих спасителей она отбивалась долго и отчаянно. Северянин Никита Дубенко сейчас показывает видео организованной им спецоперации. Рассказывает, поздно ночью возвращался с женой из Нового Уренгоя. Возле Стеллы на въезде в Тазовский увидел нечто необычное. Сначала показалось новый арт-объект, но, подъехав ближе, Никита понял – это не кукла, а раненая птица. Так как птица была напугана, и всё-таки это дикая птица, в руки она сама не шла. Спустя некоторое время остановили сотрудники ГИБДД, Лиджи Горяев и Фасахов, которые также стали помогать ловить птицу. В один из моментов птица убежала в сторону болота, где она находилась в водоеме. Там же минутки полторы-две разницы остановились ещё ребята. Местные, как оказалось, это Марик Леонид, у которого с собой оказались заброды сапоги. Он их одел, но и впоследствии достал птицу из болота, за что ему огромное спасибо. Лебедю три года, а птица сильная. По словам ветеринаров, есть шанс, что благородная пернатая встанет на крыло и сможет выжить в дикой природе. Птица будет находиться в приюте как минимум до июня, и для её здоровья очень нужен пластиковый бассейн, чтобы она могла здесь плавать. Поэтому сегодня волонтёры обращаются ко всем неравнодушным жителям Тазовского, чтобы они поучаствовали в приобретении этой конструкции. Наталья Горкина, Денис Михайлов, Студия Факт. Вы смотрели «Большую область». В студии работал Иван Стрижов. Всем хорошего настроения и большого человеческого счастья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова